ПЕСНЯ ПЕСНЯ Как девочка, я хотела быть воориором. Я подумала, что дома была в опасности, и я была бы спасена. Я высказала историю моего любимого бабы. Красивая! ПЕСНЯ Баба была борта в ВВ2, и всегда нам рассказывала о том, что это. Моя любимая история была «Лазболит». Баба была уничтожена, поэтому она сказала своих солдатам. Оставьте себе по патрону. Каждый оставьте по патрону. Всё. Мы должны погибнуть. Но не сдаться. Молчание. Молчание, ни одного звука, ничего. Отстреливались, отстреливались. Осталось по одному патрону. А у меня два. Но я командир. Я должна посмотреть, кто мучается, не сумел застрелиться, как нормально. И прикончить его. Два патрона. Молчание. Молчание. Учитывая, что у всех все это было из второго строя оборудовать building в одной из столб. Осталась я. Все, товарищ командирот. Прыгайте. Уж командирот. И уже вот так огонь. Все вот так. Я говорю, ладно. Ну вот. Ну прыгайте, прыгайте. А я думаю прыгайте, не прыгайте, лишь к черту что. Он сказал, что я не могу больше, у меня никаких сил нету. Но все-таки так разбежалась, там по комнате и выскочила. Бабушка, моя бабуленька, вы были сильнее из сильных женщин в моей семье. Я не могу верить, что вы действительно умерли до недели. В конце концов, вы верили в бедность социализма. Ну, пошли, пошли, хватит. Пойдем. Пойдем. Бабушка, вы остались в России. Мои идеи, на другой стороне, были разрушены. Я уехала. Я не знаю больше, что хорошо для нашего страны. Я не знаю до этого дня. Что бы мне было, если бы я осталась? Бабушка, в каждом месте домашняя земля была спасена, с большими ощущениями. Мир придет! Русские мир придет! Мир трудной, гамотопроваливай! Мир трудной, гамотопроваливай! Мир трудной, гамотопроваливай! Политик, лидер и марина! Люди вели в вере, веру и любовь. Приходите на мир, в поляных людей. Пожалуйста, мы не должны забывать, мы должны быть солидарны, чтобы наша Родина... Я бы тоже хотел бы это сделать. Убить веру в домашней земле. Убить за это и любовь. Бабушка, в чем роль молодые женщины играют в России сегодня? Для чего они борются? Убить как дочку, жену как жену, а мать как мать. Да, да. Посмотрите, а что вы от них хотите хорошего увидеть или услышать? Если они у себя дома порядок не могут навести. Ну так ведь. Я мечтала, чтобы найти настоящего борца для демократии. Один, который был близким к моим идеям. Так я встретила Ольгу. Здравствуйте. В общем, у меня сына избивают в феврале месяце. До сих пор это тянется. Уже меняется четвертый следователь. Куда обращались уже? Ну я вот после того... Прокуратуру генеральную, нашу. Вот я написала я прокуратуру и везде вот по этим адресам. Я не ожидала, что начали вызывать именно моего сына. Заставляли пройти полиграф. Он поступил в больницу, значит, в скорую. Угу. И его отправили домой. Угу. Ну, потом я уже увидела, что у него пошли перекос лица. Повезла его в поликлинику. В общем, дежурный врач поднимает рентген. А там, значит, перелом основания черепа. И так после этого нас оказали помощь. Я написала в прокуратуру. Но ответа нет. А когда он вам написал? Месяц прошел? Уже больше. Я нашел Ольга с голосом против президента Путина на интернет. И был удивлен. Господин президент, анализируя переписку с вами и генеральной корпорацией. Он его встает и держит ему в частности, что он не занимает ответственные условия в Курске. Уже больше неизвестен, что у него в Курске есть миллион граждан. На территории Курской области, не исключаем и в других регионах, действуют преступные сообщества, включающие прежде всего работников прокуратуры, полиции и суда. Моя внутренняя уверенность мне подсказывает, что я не нанесу вред своим детям таким образом. По всем законам, по всем параметрам логики в моем обращении не было ничего сверхъестественного. И предположить о том, что это будет рассмотрено как экстремизм, я лично, честно говоря, не могла. Ольга Васильевна, ну вообще-то, а Федор, простите, Федор Владимир Владимирович, я не отказываюсь ни от одного слова, которое было мною сказано. Вот именно своё, а не граждан. Меня поддержали миллионы граждан на территории всей России. Невозможно, да, уже отступить назад и сделать этот шаг назад, отвернуться от людей, которые меня поверили, которые меня сегодня поддерживают и только потому, что вот я мать. Все-таки я уверена, что, ну, наверное, не стоило бы начинать свою борьбу, если бы я не была уверена в своей победе. Ну, вы подумайте хорошо, даже о будущем детей. Никто меня никуда... Я прошу, даже ради них подумайте. Вот сейчас дело-то уголовное возбуждено по факту клеветы на суде. Ольга, в факте, была вредена с экстремизмом и сландом. И государственные официалы пытаются избежать Ольга от отступления в офисе. Ольга. Неправедливо, она сделала это на список кандидатов. В этом веке, это будет решено, если она может продолжить как руководитель. Ну а на танцах, как всё прошло? Ты меня ждала? Да? Я много пропустила, Ксюнь? Нет. Ты мне дома покажешь, что я пропустила? Да? Да, хорошо. Только женщины могут менять Россию. Это то, что Наталья мне сказала, когда мы встретились. Она всегда говорит о феминистике. Она борется против абортии и глубоко религиозной. Как это происходит? Грилл-поуэр и ортодокс-феминисти? Первая врач, которая меня осмотрела, она сказала о том, что проблемы с сердцем у меня, и если я вообще выношу, то мне придётся рожать в роддоме для сердечников. Ну, под вопросом вообще, зачем тебе рожать? Она очень так агрессивно настаивала на том, что надо прервать беременность, к тому же с беременностью что-то не так. Практически каждая моя беременность сопровождалась тем, что я доказывала. Доказывала всем, доказывала самой себе, что я буду рожать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и преснею, веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Так, кому чай? Петя. Сейчас идёт восполнение демографическое за счёт миграции. Те, кто приезжают, они рожают много, они рожают по шесть, по восемь. А среднестатистическая женщина рожает... Рожает... 1,6. Ты знаешь, это у меня прям какое-то эхо, я тоже самое слышу в Германии. Так. Это можно исправить только за счёт запрета аборта. Ну, женщина может забеременеть после изнасилования, и что делать тогда в этом случае? Ну, и что? А почему ответственность должен нести ребёнок? Ну, да. Ну, тут можно посмотреть о том, что... А в результате чего она была изнасилована? А как она вообще там была одета? Да, ну, тут очень много аспектов. Но в конечном счёте мы говорим о том, что ребёнок не может быть убитым в результате того, что женщина считает своим долгом от него избавиться. Потому что она была... Она не хотела этой половой связи. А ребёнок тут при чём? Это такой же человек, как и она. Давайте выбирать, кого убивать – её или его, или отца. Играет музыка Играет музыка Ольга и я решили встретиться в кафе garden. Я ждала. Люди рядом с нами играли карты. Ольга пришла. И с ней – молодой человек. Он хотел спросить несколько вопросов, как вода. Камеру брать можете? Уберите камеру, пожалуйста. А мы хотели бы снять, что во мной от избирателей. Ну, я не готов сейчас ничего говорить на камеру. Это может повредить. У нас как бы это было запланировано до вашего звонка, поэтому мы в любом случае здесь находились. В тюрьму я не собираюсь. А что вы боитесь? Никто не знает сегодня, что можно говорить, что нельзя. Ну, я, наверное, не первый, кто задаёт вам этот вопрос. Ну, вам не кажется, что многим вы рискуете довольно-таки. Давайте все тогда будем сидеть с краю и как бы ничего не предпринимать, а жить в той действительности, которая сегодня существует. Давайте будем рабами. Ну, как бы у каждого тут уже, знаете, свой. Ну, я, например, тоже как депутат часто спрашиваю людей, а вы что вообще сделали? Вот перед тем, как прийти, допустим, ко мне для решения своей проблемы, что вы сделали? У нас часто понимают, что вот выбрали, и он вам должен и обязан, там, не знаю, от замены труб до всего, да, то есть его это обязанность. Нет. Моя обязанность следить за, да, там, за действием исполнительной власти, например, в чем-то там их направлять, если они незаконно или не выполняют ваши законные требования. Самое лучшее время, когда был Брежнев, сам воровал и нам давал. Получали за вклады, оклад был, 120 рублей. Мы каждый год ездили на юг. Да. Да. И колбасла какая была. Я хожу, да? Ну, Василий, да. А масло? А молоко? Да, ну, это вообще. Это все, все. Да, мимо хлебдовода идешь. Да, да, хлебушек. Да, хлебушек. Он на следующий день, его то ли синий, то ли зеленый, все цвета рады в этом хлебе. Да ужасно. Да. А так ничего не изменится. Да. Не пробьем мы эту систему никак. Если нас будет много, если мы все примем участие в жизни этой страны и рискнем в один момент, да, то, наверное, все-таки тогда ничьи дети не пострадают, а будут жить в благополучном обществе и в достойной стране. Так, все, утромились. Счастливо. Ухрен. 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 Блин, ну точно, конечно. Значит, он весь мятый, а? Я в командировку уже, отделение открывать в Корее. Вот это можешь засунуть в карту. Я считал в семнадцать. В семнадцать? Надо двадцать. Если я не ошибаюсь, надо еще раз перечитать. Должно, понятно, все, должно быть двадцать штук. Ну, можешь любую вытащить, там не просто двадцать, я полюшу. Слушай, ну я сейчас это, на поезд собираюсь. Вот. А ты бы, это, пришел на выходные, может даже в пятницу бы вечером. Так, значит, тогда я Олю оставлю, да? А ты от него финансово зависишь? Ну, безусловно. У меня очень сильная от него зависимость. И мне очень больно, что он этим манипулирует. Это очень большая рана. Я бы никогда не подумала, когда я разводилась, я слышала эти фразы от своих друзей, что... Посмотри, после развода все будет по-другому. Я всем говорила одно и то же, что от этого быть не может. От моего мужа такого быть не может. Сейчас я являюсь лидером своей семьи. Правильно ли я делаю, что я больше без мужчины? Я всегда считала, что мужчина должен быть главным в семье. Но получилось, что мужчина иногда слабее женщины. Ну что, давайте прощаться. Нет. Не, ты остальешь идти. Куда я хоть еду? В завод какой-то. Смотри. Петр и завод. Петр Завод. Петр Завод. Давай, ты там машина, она тоже почетная. Все, давай. Смотри. Все. Да, и ты мне звали. Все. Мне кажется, у нас в России есть такой постсоветский синдром. Есть любовь, есть как бы долг, да? Долг быть матерью. То есть, значит, решать какие-то вопросы, есть ли какие-то духовные, чувствительные какие-то моменты. Задвигаются на второй раз? Задвигаются или вообще просто не поднимаются, да? На моем примере, да. Я тоже в 18 лет сделала аборт. На раннем сроке пришла к моей маме и говорю, мам, я беременна. А мама говорит, ну, завтра пойдешь, когда чего делать аборт? То есть она у меня не спросила, а как ты себя чувствуешь? А вообще ты хочешь ребенка? А сможем ли мы это? Я очень, очень была травмированная молодой девушкой. Как вот выйти вот из этого постсоветского такого отношения? Абортируемое сознание. Да. Да просто аборты запретить. Все? Я думаю, что нет. Нет, будет больше смертей женщин. Я знаю на своем веку женщину. У нее был ребенок 6 лет. Она жила одна и была беременна. Это в советское время еще было. Были запрещены аборты. И она сделала аборт криминальный. Ее допытывали, кто сделал. Она не сказала, умерла. Остался ребенок один. Это все проблема падения нравственности в связи с тем, что в нашей стране 70 лет была безбожная власть. Вместе с отсутствием религиозности мы потеряли мораль. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ольга работает как главный редактор главного новостей, «The People's Reporter». Она освобождает коррупционных официалов и преступления политических правов. Сфокусировались. Ну да. Фокус – собрать и положить. Вот такие вот пирожки. Такие какие? Я ничего не знаю. Кто тебя избил? За что? Страшно, не страшно. Тебе пальцы реально поломали? А? Вы реально пальцы поломали? Нет, пальцы не поломали. Она просто разбитая рука. Кожу сорвала. Все содрали. Это просто отбитая кисть. Полиция? Да. Полиция? Да. Да. Они пытаются запихивать в машину. Я останавливаюсь и сопротивляюсь, потому что и неизвестно, куда меня повезут. Угу. 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 Спасибо. Угу. Очень приятно, что сегодня такой торжественный день. Спасибо. Очень хочется пожелать вам здоровья, благополучия. Спасибо. Потому что ваше желание – это желание народа. Это желание тех людей, которые вас верят. И я продолжаюсь. Как вот вы не боитесь, как вы отчаянно за народ заступаетесь, за простых граждан, за простых людей, которые верят в вас, действительно, в восхищение всего народа. Еще одна конфета. Спасибо. Ну, я понимаю, конечно, что тут лесть немножко присутствует. Ну, все равно приятно. Признал. Все свои недостатки. Самое страшное, знаете, другое. Вот, кстати, ее назвали коллаборационисткой. Это федеральные СМИ, фактически, то есть это человек, сотрудничающий с вражеским государством. То есть они, не называя официально Украину вражеским государством, тем не менее, они ее обвиняют в сотрудничестве с вражеским государством. Да это вообще убийца. Ну, не боюсь, это, конечно, так нельзя сказать. Все мы боимся. Все, да. Да. Ты имею в виду, что если ее взорвут, то пострадаем мы все. А наша одна вот сейчас практически не бывает. Константин graciously lets me and my team stay at his hotel. He takes excellent care of us. Besides us, there are hardly any guests at the Diana looks, although there is a lot of staff. Ольга also lives here with her daughters. Константин requests that we not film her in her apartment. I wonder what role Константин really plays. Саурик. 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 У нее муж. У меня, насколько я в�ен. Что вот этот муж... Которого ему гостиница принадлежит. Да, он ее и поднял хорошо. Аа. Все говорят об этом, не знаю. И путичный депутатов областного собрания. А что, депутата хорошо зарабатывает или почему? Нет ну вы реагift, такое ощущение что в детстве. Ну а скажите мне? Мне просто не здешне, а мне областному хочется знать. Чтобы здесь хорошо жить, надо быть кем-то. Ну, допустим, надо место под застройку получить. Надо, чтобы этот комплекс законов прошел в русском городском собрании. Для этого ей нужен депутат, который это все подвелит. А эта система такая, а как вы думаете? Нет, она, в принципе, хочет побороть коррупцию у вас в русской области. Ну, для этого много. Как можно сбороться с тем, что основополагающее этой страны? Моя головка вверх. Это правда, что такси-драйвер говорит? Мне нужно было бы спросить Ольга, мамы, о том, что все люди. А что вас сподвигло покинуть Казахстан, если там были такие хорошие люди? Хорошие люди, замечательные, жили очень дружно. Многонациональная семья там, очень много национальностей. После развала Советского Союза стало сложновато, конечно. Проблемы с зарплатой. Конечно. За квартиру платить нечем было, свет отключали, тепло отключали, холодно. Ложимся спать, все на кровать вместе, одеты под одним одеялом, с детьми, я же, чтобы как-то согреться. Я не спросил Ольга, мамы, потому что я sensал ее anxious. В конце концов, мы были both relieved. Я не forced ее сделать ничего, и она не сказала ничего wrong. Какой-то, который сегодня не представляет. Возвращаясь в отеле, я снова приобрела Константин's госпиталития. Мы находились здесь некоторое время, вы видели этот ужас. Это кажется, что ошибка, потому что я хочу спросить Ольга какие-то непростоящие вопросы. Привет. Привет. Мы не видели. У нас никаких отношений не было. О нем будут какие-то слухи, да, что-то о его прошлом, и его гостинице, и все такое. И что он там, у него очень много денег, а в то же время он твой помощник, а ты очень мало зарабатываешь. И это тоже как бы составляет какие-то слухи о вас вместе, да? Я знаю, что это не так. Все. Что бы там ни говорили. Понимаете, у людей просто больше нет возможности меня в чем-то очаровывать. Вот, ну, соответственно, они ищут окружение, да, и к чему прицепиться. На самом деле, Константин также занимается бизнесом абсолютно честно. Ольга говорит, что Константин не дает родственников ее родственников. Что причина должна быть поддерживать ее и родственники финансово? Да, да. Он любит быть перед камерой. Но когда Ольга с дочерьми приходит, он вдруг ушел. Он опасен, что девочки могут поговорить слишком много? Нанимает его папа? Притуши эту гладость. Давай выключу. Оля. Да, если не срочно, то я под камерами. Алло. Сейчас камеры. Камеры немало. Так, давайте. Ну, давайте. Кстати, я не знаю, кто родственников Ольга говорит. Но я боюсь, что Ольга не говорит мне всю свою правду. Почему? Ты у нее вечером спросишь, почему она плакала, а Сайюрина не плакала. Из Курск. Привет, portugalка! Как ошибка. Как удивительа. Мама купит отиск. Да потому что нас увел в прошу. Константин. В Курске я слышал, что Костянтин's hotel был бротел, и его агентство – и escort service. Девушки идут в модельное агентство. Но модельное агентство сегодня на территории России – это все сутенёрские абсолютно компании. И я это заявляю абсолютно, так сказать, уверенно, потому что я в этом деле 20 с лишним лет. Для того, чтобы их увезти оттуда, в общем-то, и было инициировано это издание. Я, наверное, не бизнесмен, я всегда оставался журналистом. Бизнес в России – это необходимость. Потому что у нас сегодня за честную журналистику не платят. Но вы понимаете, что жить на что-то надо. Проходите, пожалуйста, чай пить. А потом это картина какая-то. Мы женщины против абортов. А, против абортов? Да. Это тоже дело хорошее. Знаете, да, куда чай? Пойдёмте я провожу. Нет, нет, не знаю. Пойдёмте. Вот прямо? Не знаю. Первый раз. В России в год происходит 6 миллионов абортов. Официальная статистика нам говорит об одном миллионе, около миллиона. Но, к сожалению, в эту цифру не входят аборты, которые делают в частных клиниках. Мы занимаем первое место в мире, обойдя даже Китай. И я сама мать четверых детей. И меня направляли на абор три раза из четырёх. Мы хорошо видим, что это уже сформировавшийся маленький ребёнок. То есть уже подсознательно включается какой-то материнский инстинкт. И мы ни в коем случае не должны допустить того, вот на своём, как говорится, уровне, чтобы женщина принимала поспешное решение, когда она испытывает стресс. В состоянии стресса можно принять очень неправильное решение, о котором, как я знаю, что многие женщины очень жалеют потом. Боже, и мы разбередили душ. Да нельзя. Потому что сколько прожила в жизни и понимала, какой я грех совершала. И вот это время наступило, когда вы об этом говорили. И это очень здорово. Потому что этот грех не замолить убийство детей своих. Поэтому желаю вам удачи. Конечно, мой возраст такой назад года не вернуть. Но если бы я была помоложе, я бы включилась полностью в эту работу. Абортов не должно быть. Спасибо вам большое. Вот у нас есть такие наклейки на машины, например. Поэтому каждый из вас, кто имеет машину или друзей, которые могут такую наклейку наклеить, это живое свидетельство. Вы едете и рекламируете то, что Россия должна быть без абортов. Но общество сейчас боится об этом говорить. И кто, как не мы, скажет об этом? Это же возникнет криминальные аборты, да? Есть какие-то ситуации, в которых надо и можно принять решение. Нет, я бы не стала вообще спорить. Не стала. Просто не стала. Потому что выход есть всегда. Что делать с женщинами, которые изнасилуют? Почему они должны рожать? Почему их заставляют рожать от преступника, который их просто сексуально использовал? Если в девочках воспитывать скромность, целомудрие, понимаете, что вот ты делаешь, ты должна себя береть, ты должна себя хранить, отпадет очень много проблем. Очень много проблем. Знаете, я в 90-х годах, когда вот в 90-е годы, мы, наверное, все помним, 93-й год, мне было 13 лет, я шла после школы с моей подругой, остановилась в машине, нас засунули туда, изнасиловали и выкидали на улицу. Мы были школьницами. Вот на мне были штаны, мы были не накрашены. Это было на Невском проспекте, средь была дня, нас вдвоем изнасиловали. Я не думаю, что я спровоцировала эту ситуацию. И слава Богу, что я не забеременела в 17 лет. Вот как, вот, то есть, вы знаете, давайте индивидуально подходить. Вот как таким женщинам, как я, мне было в 17 лет, меня изнасиловали, как мне с этим ребенком жить? Помощь психолога должна быть. Какая помощь психолога? Тебя когда-нибудь изнасиловали, Настя? Нет, нет, но все равно, когда женщина одна остается… Я не хочу никакого психолога, я просто возьму и пойду сделаю аборт от этих ублюдков. Я даже ни с кем разговаривать не буду, потому что моя жизнь, понимаешь? Моя жизнь, я сама себя могу свою жизнь устроить. А не вот так, психолог, мне не нужен никакой психолог. Мне нужна поддержка моей семьи, может быть, и аборт. И больше мне ничего не надо. Потому что я хочу забыть об этой истории. Как можно скорее. Никакой психолог мне на фиг не нужен. Я не понимаю, почему вы не понимаете этого? Девчонки, вы что, с ума сошли? Вы что вообще? Да, Оль. Возьми бабушку, зай. Мы приехали голосовать, мама. На день на Курске региональной сезон, Ольга идет от полиции в полиции И она помогает черно시евым голосовым 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 голосом. Они хотят防ить голосовым 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 голосом. Здравствуйте. А первая ттакта за правительством, Россия – Социализированная сетка – Выбирая автоция. После в результате выступателей не умеет оправить, но они могут ненадеявлять автоции в местах логии под полиции в полиции. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Девочки. Вы пришли, да? Мы уже уходим. Мне нужна Анечка. Сказала, что будет дыхательство. А зачем? Талончик сдать? Ну, может быть. Здравствуйте. Здравствуйте. Талон вас какой интересовал? Явочный талончик. Какой явочный талончик? Мы приглашали людей. А зачем вы собираете их? Чтобы посмотреть, сколько людей пришло. Ну, с какой целью? Какое вы имеете право? Как соцопрос. Сколько людей придет? Ну, покажите мне эти талоны, которые вы собрали. Ну, мы же их раздавали. Ну... Пожалуйста. Фиксируйте. Все остальные талоны, пожалуйста, давайте сюда. Мы вам? Да, конечно. Полиция, не мне. Ну, полиция, Иван. Пожалуйста, полиция, принимайте. Позовите, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста. Фиксируйте, забирайте, изымайте. Все списки. Девушка, списки. Я требую, чтобы бумажки у меня в мою машину. Давайте. Клина, Лариса Сергеевна. Клина, Лариса Сергеевна. Клина, Лариса Сергеевна. Не волнуйтесь, на самом деле, очень страшно. Неудобно. Это называется подкуп избирателей «Единая Россия». Ну, я не знаю. А вы учитесь где-то вообще, да? Я учусь в КГУ, да. КГУ? Вам не стыдно? Нет, за что мне стыдно. Вам не стыдно, да? За то, что я работаю на этой школе. За то, что вы занимаетесь откровенным подкупом избирателей. Вы участник процесса. Я не участник процесса. Миллионы граждан России хотят честных выборов. Понимаете, вы – студенчество, которое… Ну и объясните мне, на каком основании вы вынесли бюллетни в другую комнату? Давайте потом мы закончим. Где результаты подсчитанных бюллетней? Миллионы гражданиной. Где они? Они за этим, они за этим вышли. Серёжка — вот стоит полиция. Понимаете? Полиция не знает ваших прав. Не, ну вы еще… На меня залезте, девушки. Я хочу видеть галочки. Вы, большое. Не отношуто их не видно. Вы, Гаем. Смотрите, отойдите, пожалуйста. Не трогайте меня еще раз, я повторяю. А чего вы меня трогаете? Да потому что отойдите от слова. Я ещё раз повторяю, меня не трогаешь и, пожалуйста, вы меня просили паспорт. Что вы на меня лезете? Что вы на меня лезете? Смотрите, пожалуйста, смотрите в документ. Это скандал вашему пиарному кому-то. А мне пиар не нужен. Мне нужен закон. И одномандатники Курской областной думы 1368. Ну, собственно, вот первые результаты областной думы, они подтверждают то, о чем я думала. То есть по областной думе тоже проигрыш и как бы колоссальный проигрыш. Поэтому... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наталья политические действия становятся больше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А так не спуститься на улице, распустить красивые волосы, взять красивый плакат и это борьба, это не борьба. Никакой скорби на вашем лице не видно, это не борьба против абортов. Это 다удово быть мухой – у него должна быть борьба, мы считаем социальными программами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы боремся за то, что вы в России строили кризисный центр на юбилейке. Ну, дело-то видно. Понимаете? Если бы вы сказали, нам нужен центр. Через эту акцию мы хотим акцентировать внимание на самой проблеме. Ну, не знаю, девочки, это слишком слабое напоминание о проблеме. Вот пусть вызывает... Некоторые вот страдают и мучаются ввиду того, что они не могут забеременеть. И вот с помощью такой чудесной иконы такое явление может быть. Спасибо большое. И я знаю, что, конечно, женщины должны возвысить голос. И вас сейчас услышат. И были подняты баннеры «Их могло бы не быть». «Их могло бы не быть! Их могло бы не быть! Их могло бы не быть! Их могло бы не быть!» Как там день прошел? У меня тоже. Че там с учебниками происходит у Лизы Пети? Угу. Угу. Такой период тонких романтических отношений отошел куда-то. Мужчина и женщина стали сразу допускать близкий контакт. Стали пользоваться друг другом, пользоваться вещами, пользоваться друг другом. И именно поэтому и не создаются браки. Никто никому не нужен. И в этой же связи и дети не нужны. Все пробуется. Все покупается и продается. И дети просто убиваются. Ведь убиты отношения и убиты дети. Вот как бы мы ни смеялись, а в глубине это такая духовная катастрофа. Аткрываем глазки. Никто не открывает. С праздником, девчата! Держи, Ксюшечка, это тебе. Чтоб ты была красивая, как эти цветочки, и веселая, как этот мячик. Ольга's иммунити has been revoked. The case against her will go forward. She is currently not allowed to leave the city of Курск. Константин has left the country. An old criminal proceeding against him has been reopened. He told me it was about slander. In the papers, they said it was blackmail. Что нового? Я тут встречалась с адвокатами, разговаривала. У некоторых есть мысль о том, что все-таки зря ты тогда решил уехать, потому что срок давности в июне заканчивался, а теперь он не движется. Я тебе скажу так. Во-первых, меня не устраивает прекращение дела по истечению срока давности. Во-вторых, они не владеют всей информацией. Я скажу, ты до конца все не знаешь. Я же тебе не стал рассказывать. Они, адвокаты, не все знают, понимаешь? Поэтому... Сейчас же не снимают хоть. Снимаем, снимаем, снимаем. Ну, понятно. Я вот еще хотел бы сегодня праздник. Вот. Я поздравляю тебя. Абсолютно уверен, что это праздник не одного дня, а всего года, в ходе которого вы, женщины, позволяете нам, мужчинам, находиться рядом с вами, любоваться вами, наполняете нас жизнь эмоциями, любовью, силами. Оля, выходи за меня замуж. Я вообще согласен со всем, что ты делаешь. Ну, неправда. Чуть-чуть не всегда. Вносятся иногда коррективы. В деталях, в деталях. Я подумаю над вашим предложением. Я как-то не готова сейчас ответить. Можно думать. Так, ну, вы сказали, что вы бросили курить. Вот и над этим как раз поработаете. Долгомучиться не придется. Умру быстро. Может быть, перезвонит, почти ничего не слышно. Я люблю Константин. И я люблю Ольга. Но много вопросов остаются. Константин. Из-за того, что Константин неправильно использовал его журналистическое знание? Ольга знала о том, что он не знал. Как руководитель, может, она даже способна его помочь? Может быть, такси-драйвер был прав. Может быть, это невозможно. Это невозможно, чтобы получить honest money в корруппном системе. Я хотела погибнуть. За что? За родину. Неужели у тебя было такое чувство, что ты хотела погибнуть за родину? Да. Да. Я хотела доказать, что я чиста. Тут я говорю, что если рассказывать, то тут все дело такое было. У нас часто были обыски отца, обвиняли. Не знаю, что он богатый. Его обвиняли, что он враг народа. А почему враг народа, не знаю. Не знаю. Мама помогла вот этой женщине, помогла переночевать. И ей присудили, что она помогла врагу народа. А утром ее расставали. Я являюсь дочерью врага народа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok